Друзья мои, приветствую! В этом видео мы с вами разберем важнейшие формулы продаж. Три главных формулы, на мой взгляд, это мои авторские формулы. Вот знаете, как в математике есть базовые инструменты, например, таблица умножения, на которой уже базируется очень многое в математике, если вообще не все, так и в продажах. Есть базовые формулы, которые точно нужно взять, внедрить каждому предпринимателю, эксперту, самозанятому, менеджеру, ропу. Это то, что необходимо, на мой взгляд, использовать везде, во всех бизнесах. И вот если вы скажете, Олег, ну это для моего бизнеса не подходит, я вам скажу, внедряйте лучше, потому что это точно подходит. Уже тысячи отделов продаж прокачали, уже десятки тысяч людей прошли обучение по разным программам, и я вижу, как это работает, и собрал для вас вот в этом видео самое главное. Теперь каждый из вас может посмотреть, скачать внизу дополнительные материалы, которые помогут вам быстро это внедрить, и получать больше клиентов и больше закрытых сделок. Давайте разбираться. Традиционно для вас, как для подписчика этого канала, я подготовил материалы в удобном виде. Внизу, в Телеграме, в моем можете это скачать абсолютно бесплатно, скачивайте и внедряйте. И второй момент, очень приятный тоже для многих. Вы можете получить крутые бонусы. Внизу пишите любой комментарий, будьте подписаны на канал. И совсем скоро у себя в Телеграме я разыграю среди всех, кто оставит комментарий, либо вот эту книгу замечательную, 275 готовых ответов на любые возражения клиентов, либо один месяц доступа к закрытому клубу экспертов продаж, Клоузер, где масса полезнейших и интересных материалов. Смотрите до конца и пишите комментарий внизу. Я подготовил для вас вот такой майндмэп. Здесь очень удобно и наглядно. Я надеюсь, вы теперь точно не запутываетесь во всех этих формулах. Если вы боитесь математики и говорите, что формулы вообще не для меня, я надеюсь, что после просмотра этого видео ваше мнение изменится. И вы скажете, как я вообще без этих формул работал в продажах и пытался закрывать сделки. Итак, формула номер один, с которой все начинается. Это совсем базовая информация, но при этом это база, на которой строятся рекорды продаж. Итак, эта формула звучит так. ППП. Что такое ППП? Расшифровываем эти компоненты и получаем такую связку. Привлечение продажи промоутера. Я считаю, что вот эта связка, это фундамент, с которого начинается продажа. На этом все строится. То есть, смотрите, если вы работаете в продажах и думаете сейчас, как увеличить продажи, как выйти на новый уровень дохода, особенно это относится к предпринимателям, самозанятым, экспертам. Вот эта формула, это основа. Привлечение. Отвечаем на вопрос, как сделать так, чтобы как можно больше целевых клиентов узнало о вас. Вторая П, это продажа. Как сделать максимальную конверсию в продаже. Вот человек о вас узнал, что вы вообще существуете, и он у вас купил. Вот как сделать максимальную конверсию. И здесь, конечно, есть определенные технологии, есть другие инструменты, формулы и так далее. Сейчас мы разбираемся вот с глобальной формулой ППП. И третья П, это промоутеры. Как сделать так, чтобы клиенты, которые у вас купили уже когда-то, они рекомендовали вас. Они покупали у вас снова и снова, понимаете? И вот на всех этих этапах эксперты в продажах работают профессионально. Если вы предприниматель с крепким бизнесом, или хотите только создать свой новый бизнес, запустите его, обязательно присмотритесь к этой формуле. Вот любой бизнес мы можем разложить на эти три компонента. Привлечение, продажи, промоутеры. И если у вас проблемы с продажами, я бы сразу смотрел вот на эти три уровня. Ну, сначала на привлечение. А достаточно ли у вас вообще клиентов входящего потока? Я помню, как однажды клиенты, это был медицинский центр, приглашали меня с запросом, мы хотим увеличить продажи, мы хотим поднять конверсию. И когда я спросил предпринимателя, а насколько вы хотите вырасти, он озвучил там довольно существенную цифру в разы. И я говорю, дайте мне посмотреть вашу воронку. Я посмотрел ее по принципу привлечения, продажи, промоутеры. И первое, что я увидел, что даже если мы ценой неимоверных усилий поднимем конверсию еще на сколько-то процентов, у них конверсия была неплохая на самом деле. Но я понял, что это не даст такого кратного роста, потому что входящий поток клиентов недостаточно высок. Я говорю, не тратьте деньги. Сейчас прежде всего прокачайте маркетинг. Даже при текущей конверсии, если вы получите больше клиентов от привлечения, вы достигнете своих целей. И у каждого из вас, возможно, похожие ситуации. То есть где-то вы можете увеличить поток клиентов, привлекать больше клиентов, заявлять о себе. Может быть, вы привлекаете даже в холодную. Вы сейчас звоните, да, или вы размещаете какой-то материал, или вы участвуете в разных конференциях, выставках и так далее. Неважно. Здесь самое главное понять, что о вас, о том, что вы продаете такой продукт, товар, услугу, решение, должны узнать как можно больше людей. Это будет первый этап привлечения. Второй этап – сконвертировать их в покупателей, чтобы они хотя бы что-то у вас купили. Такая подсказка, да. Не обязательно сразу самое большое. В маркетинге есть такие продукты с небольшим чеком. Вы уверен, знаете, как это называется, если подписаны на канал. Я периодически об этом рассказываю. Tripwire, да, например. То есть недорогие продукты. Но они недорогие, а разница большая между потенциальным клиентом, который вам в принципе когда-нибудь мог бы заплатить, и реальным клиентом, который уже у вас что-то купил. Пусть это совсем недорогое относительно вашего основного чека, но это как раз то, что делает потенциального клиента покупателем. И потом можно средний чек наращивать. И промоутеры. Это то, как вы работаете с клиентом после первой сделки. Выстраиваете ли вы с ними какие-то отношения, или вы забываете о них, и все. И сфокусируетесь только на новых. Вот промоутеры это часто огромный источник привлечения новых клиентов, рекомендаций. И профессионалы с этим тоже работают. Поэтому первая формула, она как бы простая. Привлечение, продажа промоутера. Но по сути это ядро любого бизнеса. Поэтому если вы предприниматель, если вы эксперт, самозанятый, на себя работаете, обязательно сейчас оцените, а узкое горлышко у вас это что? Это привлечение, то есть вам нужно больше, так сказать, охватов делать, заявлять о себе. Либо у вас достаточно хороший поток входящих клиентов, и вы понимаете, что с продажами не очень. То есть клиенты узнают цену, пропадают, пишут вам, потом не отвечают. И когда вы проводите презентацию, они не хотят у вас покупать. То есть возможно, да, проблемы с продажами. А может быть вы один раз продаете, и потом все силы бросаете на новых клиентов. Хотя можно ведь работать с промоутерами, можно с ними сделать целый комплекс мероприятий. Если вы хотите узнать, какие конкретные мероприятия можно делать с действующими клиентами, напишите об этом внизу. Я запишу отдельное видео. Потому что там действительно вариантов много. От анализа клиентской базы до работы с каждым сегментом клиентским. Там огромный потенциал. И, соответственно, вам нужно сейчас понять, что у вас является узким горлышком в вашей ситуации с продажами. Привлечение, продажа или промоутера. Напишите внизу ваш вариант, оцените себя. И как учесть все нюансы на каждом шаге. Ведь для привлечения есть свои нюансы, чтобы у вас как можно больше узнавало. Для продаж есть свои нюансы. И для промоутеров тоже я рекомендую вам внизу присмотреться к программе «Рекорды». Она называется. Там есть вся информация, когда мы будем запускать эту программу. Эта программа только для предпринимателей, экспертов, самозанятых. То есть не для тех, кто работает в найме, а кто хочет на своем деле зарабатывать больше, развивать свой бизнес, создавать свой личный бренд. Так скажем, вот эта программа для вас. Формула номер 2 также является важнейшей формулой для продаж. Она должна быть в каждом отделе продаж. У каждого предпринимателя-эксперта эта формула стопроцентного закрытия сделки. Это моя авторская формула. Я уже много лет использую ее. Уже тысячи отделов продаж работают именно по этой формуле. Много где она вообще вшита в CRM-систему. Правильно там настроена, чтобы менеджеры сами анализировали сделки. Но если вы только сейчас первый раз слышите об этом, я вас поздравляю. Потому что сейчас ваше представление о продажах изменится раз и навсегда. Итак, что это за формула? Это формула из пяти критериев, которая дает нам ответ на главный вопрос. Какие критерии должны совпасть одновременно, чтобы сделка была закрыта прямо сейчас? Вот представьте, я ваш клиент. Я перед вами. Какие условия должны совпасть, чтобы я купил у вас прямо сейчас? И каждый параметр этой формулы может быть равен либо единице. То есть он есть, это соблюдается, либо нулю. И параметры перед нами. Финансовая возможность. То есть у клиента должна быть возможность заплатить вам. У него либо есть деньги, либо вы даете инструменты, рассрочки и так далее. И закрываете этот параметр. Второе. Осознанно потребность. Я должен понимать, что я хочу именно такое решение, которое вы предлагаете. Здесь вы можете столкнуться с ситуацией, что у кого-то уже потребность осознанна. Например, они все время покупают этот товар у других, у конкурента. А вы тут появляетесь вы, и, соответственно, вы понимаете, что им точно нужен этот товар. А бывает такое, что вы продаете что-то в компаниях, в чем потребность еще неосознанно. Например, я скажу вам, давайте тренинг по продажам проведем, а вы скажете, да я пока не знаю, у меня нет такой потребности. Понимаете? Не у всех это есть. Хотя есть куча компаний, которые говорят, нам точно нужен тренинг по продажам. Они уже находятся в активном поиске, кого бы из тренеров пригласить, чтобы у них этот тренинг провести. Поэтому в каждой сделке важно понимать, у клиента уже есть потребность в том, чтобы заказать вашу услугу, или пока такой потребности нет. Третий компонент это Д, доверие. Доверие это ключ к успешным продажам, безусловно. И очень часто доверия нет, к сожалению. Даже деньги у клиента есть, и потребности есть, но вот он смотрит на вас, и он вам не доверяет. Это является камнем преткновения в большинстве сделок. Кстати, у доверия тоже есть формула, мощнейшая формула, которая позволяет вам устанавливать доверие с любым клиентом, и мы с вами сейчас до нее доберемся. Как вы устанавливаете доверие? Делаете ли вы это осознанно, или у вас все на интуиции? Доверяют ли вам клиенты, или они считают вас мутным каким-то экспертом, продавцом, с которым лучше не связываться? Или доверие еще не сформировалось, они не уверены в вас? В общем, здесь вопросов много, и самое главное задать этот вопрос себе, когда вы продаете клиенту, есть ли у вас с ним доверие или нет. И четвертый компонент это ЛПР, лицо, принимающее решение. Общаетесь ли вы с тем человеком, который реально принимает решение? Я часто вижу ситуации, когда продают не тем, общаются, убеждают, но по факту этот человек не принимает решение, и менеджер, эксперт, он даже не понимает, как принимается решение в компании. Вот это огромная ошибка. Есть специальные вопросы, которые позволяют выявить тех людей, которые реально принимают решение в компании. И финальный компонент этой формулы это ЗС, здесь и сейчас. То есть это мотивация клиента действовать не завтра, не через полгода, не через год, а именно здесь и сейчас принимать решение. Есть определенные мотиваторы. То есть видите, это все технология продаж. Если каждый пункт у вас выполняется, если вы действуете не интуитивно, не хаотично, работаете вот по этой системе, соответственно, вы управляете продажей, вы увеличиваете свои шансы на закрытие сделки. И вот эта мощнейшая формула должна лежать в основе продаж в любой сфере бизнеса. Если у вас сейчас вопрос, а как мне это все внедрить в бизнес, как эта формула внедряется, очень просто. Один пример реализации вот такой, прям в таблице можете это сделать, в самой обычной, расписать вот эти пять компонентов, выписать зависшие сделки и понять, где какой компонент не выполняется и запланировать следующий шаг. Мы, когда делаем такое в разных отделах продаж, мы сразу видим зоны роста и закрываются миллионные сделки сразу, буквально на следующую неделю, которые висели без движения. То есть это работает вот в таком виде, и я искренне считаю, что каждый, кто работает в продажах, должен по этой формуле анализировать свои сделки, чтобы продавать больше. И чтобы клиенты были счастливее и понимали, что вы не просто как продавец такой назойливый, неадекватный все время, ну что, надумали, 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 а он не надумал, да. Он уже трубки перестал брать, отвечать на ваши сообщения в мессенджерах. А если вы будете профессионально здесь все выстраивать по этой формуле, клиенты будут с удовольствием общаться с вами и видеть вас эксперта. Ну и есть еще пример реализации в CRM-системе, например, вот так это может выглядеть, как доп. поля определенные. И менеджер сам на определенном этапе проставляет вот эти чекбоксы, да, сдвигает, какой параметр выполнен, какой нет, и пишет свое видение по этой сделке. То есть так менеджеры вашего отдела продаж прокачивают вот этот навык принятия правильных решений для закрытия сделки. И третья формула – это формула доверия. Ну, конечно же, доверие – это важнейшая часть в любых продажах, в любой сфере. Поэтому нам важно понять, а как устанавливать доверие. И вот когда я задаю такой вопрос тем, кто обучается в продажах, многие теряются. Кто-то говорит, ну, нужно улыбаться, нужно, наверное, понравиться клиенту, нужно задавать больше вопросов. У всех мнения разные, как установить доверие, хотя все говорят, что доверие важно, его точно нужно устанавливать, но что для этого делать? Мнения иногда противоположно расходятся. Кто-то говорит, нужно быть серьезным, а кто-то улыбаться, понимаете? Поэтому давайте с вами разбираться. У доверия тоже есть формула. Вот я очень люблю такой системный, четкий подход, и даже такое абстрактное понятие, как доверие, тоже можно разложить на конкретные элементы. Смотрите, как это делаю я. Доверие равно Э плюс Э плюс Ч плюс О. Каждый компонент – это важнейший элемент доверия в продажах. Э, первое, это экспертность. То есть очень важно не просто быть экспертом, не просто знать свой продукт. Вот если вы сейчас думаете, что, ну, я-то продукт знаю, значит, я эксперт. Нет, ничего подобного. Недостаточно знать продукт. Экспертность в продажах – это гораздо больше. Это знать отрасль клиента, это знать его специфику, это иметь разные кейсы внедрения в подобные компании вашего продукта, чтобы показать, какой результат клиент может получить. Это понимание различных тенденций, которые происходят в сфере бизнеса клиента. Это понимание конкурентов и так далее. И очень важно не просто все это знать, очень важно умело это продемонстрировать. Есть разные приемы, которые позволяют это делать в процессе общения, в переписках там и так далее. Это отдельная наука, как все это делать. И очень важно сейчас задать себе вопрос. А вы, экспертность, демонстрируете клиенту? Делаете ли вы это осознанно? Чувствует ли клиент, когда с вами общается, что вы эксперт? Или вам чего-то не хватает, и здесь точно нужно что-то подкрутить? Второе – это эмпатия. Эмпатия – это сопереживание клиенту. Это возможность показать, что вам не все равно. Я видел такие случаи, когда менеджеры, причем опытные менеджеры, эксперты, они, общаясь с клиентом, могли такие фразы озвучивать, что, ну, мне вообще все равно, что вы купите. Понимаете, вот это безразличие, оно даже иногда экспертность перечеркивает. Когда клиент понимает, что вот вроде бы вы разбираетесь, но так как вам все равно на его ситуацию, его доверие сразу же падает. И честность – это то, что ценится в продажах даже больше компетентности. Вы можете быть экспертом, но если клиент увидит в вас человека нечестного, возможно, вы даже экспертность свою, свой суперпрофессионализм, используете во вред клиенту, понимаете? И тогда он не захочет ничего у вас покупать, он поймет, что вы его обманываете. Поэтому очень важно не наделять ваши продукты несуществующими характеристиками. Очень важно не приукрашивать что-то, ведь можно продавать реально честно, уверенно, спокойно, не нужно обманывать клиента. И финальный компонент формули доверия – это О, что-то общее с клиентом, то, что вас объединяет. И вот, конечно, есть эксперты, которые общаются с клиентами, и у них сразу есть талант находить что-то общее. Даже просто общение с другими людьми не связано с продажами. То есть кто-то общается, и сразу находятся общие темы, общие интересы. Это сразу объединяет и повышает уровень доверия. И вот если вы с клиентами будете делать это осознанно, и понимать, что вас объединяет, какие у вас есть общие интересы, какие у вас общий опыт, может быть, есть в бизнесе и так далее, то есть умение находить вот эти точки соприкосновения. У меня есть техника ПТС, отдельное видео есть на канале. Размещу в Telegram на эту тему больше информации, можете там посмотреть. ПТС расшифровывается, как «покажите точки соприкосновения». То есть умение искать точки соприкосновения с клиентами позволяет вам повышать уровень доверия, быстрее устанавливать контакт. И вот эта формула доверия также должна лежать в основе ваших продаж. Друзья мои, давайте резюмируем. У нас получается с вами три мощных формулы. Первая формула – ППП, как расшифровывается, надеюсь, запомнили. «Привлечение, продажа, промоутера». Здесь вы глобально выстраиваете всю систему. Дальше, вторая формула – это формула стопроцентного закрытия сделки. Здесь пять компонентов – финансовозможность, осознанная потребность, доверие, ЛПР и здесь и сейчас. И финальная формула в этом видео, но не финальная вообще, на самом деле формул в продажах гораздо больше. Это вот база, которую нужно просто взять и сейчас внедрить в свои продажи. Это формула доверия, которая состоит из четырех компонентов – экспертность, эмпатия, честность и что-то общее. Возьмите эти формулы и встроите в свою систему личных продаж. Либо, если вы предприниматель, руководитель, обязательно перешлите это видео в своей команде. Пусть ребята посмотрят и внедрят эти мощнейшие формулы себе, а вы на корпоративном уровне в систему продаж, в CRM, зашейте вот эти инструменты. Больше формул, конечно же, есть. Это формула убедительной презентации, различные формулы в скриптах продаж. Это формулы работы с возражениями, формулы кросс-продаж для увеличения среднего чека, формула развития отношений и так далее. То есть вот это все прекрасно может работать на вашей продаже. Как получить все эти формулы? Да очень просто. Если вы подписаны на канал, вы уже много всего знаете. Подпишитесь, если вы совсем новичок сейчас и только увидели это видео. Переходите в Telegram, там очень много информации, разных постов, разных интеллект-карт, PDF, чек-листов и так далее. Тоже можно бесплатно прокачиваться. Ну и, конечно, если вам нужна готовая система, есть несколько вариантов. Внизу также их размещаю. Есть школа личных продаж. Сейчас, правда, на момент записи этого видео мы формируем финальную группу. То есть 12 навыков вы можете прямо сейчас прокачать, если успеете. Также у нас есть программа, связанная с прокачкой отделов продаж. Продажи на полную мощность по моей авторской системе Aquarium. 8 направлений прокачиваем. Есть программа, которая называется Рекорды для предпринимателей и экспертов, для самозанятых. Эту программу мы запустим совсем скоро. Внизу будет ссылка. И, кстати, на этой программе мы как раз по системе ППП будем прокачивать ваши продажи и идти к вашим рекордам. Вся информация на эту тему внизу. Там же бонусы. И там же внизу под видео пишите ваш комментарий, чтобы участвовать в розыгрыше ценных подарков для прокачки ваших продаж. Продавайте красиво и легко. До встречи в новых видео.